Ом ТВ Юэй про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обовязково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Путін утверждает, що Сталін не запятнал себя прямым общением с Адольфом Гитлером. А вот первые лица крупнейших европейских государств запятнали. Сталін не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А руководители Франции и Великобритании с ним встречались. І бумажки підписували. Оставимо на совісти Путина його вечні попытки оправдати Сталіна, пакт Молотова-Риббентропа і інші зловіщі зигзаги советської внешній політики, во многом предопределивші начало Второї мирові війни і стоявші житні мільйонам підданних большевистського діктатора. Сравнівати усілия тех, хто пытався війну предотвратити з действиями того, хто делив з Гитлером Європу – це відказатися даже від приблизительного представлення о нравственності. І тем не мене, в одному Путин прав. Європейські політики действительно встречались з Гитлером в надежде предотвратити войну і ескалацію. Приблизительно так же, як вони сейчас, встречаються з Путиним. Європейські політики действительно могли одновременно осуждать гитлеровську політику і пытаться договоритися з фюрером о существований і взаємовыгодному сотрудничестві. Примерно як з Путиним, європейські, да і американські політики действительно считали, що треба не забувати об інтересах родной промышленності і можна закрити глаза на те, що націонал-соціалісты витворяють в Германии. Разве с Россией не так сегодня? На Западі возмущались аншлюзам Австрии, але все ж в частних беседах не забывали подчеркнуть, що і там, і там немці. Так що Гитлер проглотить Австрию і успокоиться, від немців нигде більше нет. Разве с Крымом було іначе? Западні політики були готові жертвувати інтересами малых держав, як в Мюнхені, тільки б предотвратити нову війну. Тем більше, що малі держави сами виноваты, не організували цивилизований діалог с русскоязичним, простите, с немецкоязичним населением. Так що западним політикам стоит прислушаться к словам Путина. Не треба себе пятнать. Якщо господарський деятель примиряет политический костюм Гитлера, выступає з реваншистськими речами, не боїться угрожати оккупации соседним странам і даже осуществляє цю оккупатию, якщо він с помощью пропаганди розвращає зустрічних сограждан шовинистічними лозунгами і старається замінить естественный страх перед війной і кровопролитием, Людоедским можем повторить, не стоит убаюкивать себя иллюзией, что он успокоится, взволнуется из-за экономических трудностей, подавится Крымом или Донбассом и больше ничего не захочет. Не стоит рассчитывать, что даже если сто раз повторить, что Россия не враг НАТО, она при Путине станет другом Альянса. Не стоит Макрону превращаться в Деладье, а Трампу в Чемберлена. Не стоит себя обманывать и, как точно замечает Путин, не стоит себя пятнать. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. К сожалению, этот исторический дискусс Путина, он просто как будто бы списан со страниц советских учебников. Видимо, тогда его так учили в 60-70-е годы и тогда и меня так учили. Но пора было бы понять, что это была пропаганда, ничего общего с настоящей историей не имеющей. Безусловно, Англия и Франция не хотели воевать и Чемберлен и Деладье были рады добиться от Чехословакии уступки практически капитуляции. Это правда. Но то, что Советский Союз при этом мечтал просто покорить Европу, что Коминтерн не складывал своего оружия, что идея всеобщего, как бы, всеобщего господства Советского Союза в Европе не была снята со счетов, это абсолютный факт. Не видеть в Советском Союзе в 38-39 года агрессора, это значит не видеть ничего и не понимать ничего. Конечно, это скрывалось все в советское время, но теперь, как говорится, ну что ж, все же ясно, все понятно. И самое печальное, что Путин оправдывает Советский Союз. Ну, тоталитарный режим Советского Союза, ну какое он должен иметь отношение к нынешней России? Ну, примерно такой же, как нацистский режим Третьего Рейха к современной Германии, но ни одному здравомыслящему немецкому политику не придет в голову оправдывать, там скажем, начало войны в Польше или захват Дании Гитлером. Почему Путин считает себя обязанным оправдывать поступки Сталина, не менее агрессивны, чем поступки Гитлера? Я думаю, только по одной причине, что он себя чувствует потомком, продолжателем этого тирана. И именно это очень печально для России, потому что Россия, естественно, имея президентом человека, который оправдывает Сталина, не имеет перспектив войти в современный мир. Советский Союз до последней возможности старался использовать любой шанс создать антигитлеровскую коалицию, вел переговоры с военными представителями Франции и Великобритании, и тем самым пытался предотвратить начало Второй мировой войны, но практически остался один в изоляции. Как я уже сказал, был последним из государств, заинтересованных государств Европы, кто вынужден был подписывать с Гитлером пакт о ненападении. Да, там есть эта секретная часть о разделе какой-то территории, но мы не знаем, что есть в других соглашениях европейских стран с Гитлером, потому что если мы вскрыли эти документы, то в западных столицах это всё хранится под грифом «секретно». Мы ничего не знаем, что там было. Но нам теперь и знать не нужно, потому что мы по фактам видим, что сговор был. По факту мы видим, что был раздел независимого демократического государства Чехословакии. И в этом участвовал не только Гитлер, но и прежние руководители этих государств. Именно это и открывало Гитлеру движение на восток. Именно это и послужило причиной начала Второй мировой войны. Ну вот здесь есть два тезиса. Во-первых, о шансе создать антигитлеровскую коалицию, которую якобы использовал Советский Союз. Наверное, тоже надо как-то на это отреагировать. По-моему, эти переговоры 1939 года, они явно шли к финалу, и этот финал был предопределён именно решением Сталина. Как, Андрей Борисович, вы считаете? Вы имеете в виду переговоры между Англией и Францией и Советским Союзом? Безусловно. Безусловно. Дело в том, что сам факт заявления трёх держав, Англии, Франции и СССР, о том, что в случае нападения на одну из стран, далее перечислялся бы список стран, так, собственно, Англия и Франция и сделали, вплоть до Греции были перечислены все страны, он немедленно означал объявление войны Германии тремя бы государствами. Если бы такое было, Гитлер бы, конечно, не решил себе напасть на Польшу. Сил сражаться на два фронта с Англией, Францией и Советским Союзом у него не было тогда безусловно. Ему, как воздух, нужно было бы обеспечить нейтралитет России для Советского Союза для того, чтобы разделаться с Польшей. Что он будет делать потом, это уже другой вопрос. Скорее всего, он предполагал после этого в конечном счёте разделаться с Францией и взять реванш за 2018 год. Но в любом случае неподписание договора между Англией, Францией и Советским Союзом, конечно же, развязывало руки Гитлеру против Польши. Это совершенно очевидно. И удивительно, что, опять же, меня всё время поражает, что президент Путин по шпаргалке, если бы он был моим студентом, я бы поставил двойку и выгнал из аудитории. Надо всё-таки говорить без шпаргалки, как, например, сейчас я говорю. Вот, что президент Путин по шпаргалке рассказывает учебник 70-х годов. Ну, это же смешно, это стыдно. Вот. И разговоры о том, что какие-то есть засекреченные документы на Западе, которые не вскрыты до сих пор, ну, что за чепуха. Касательно войны и касательно 1939 года, сколько известно, таких документов нет, я никогда не встречал ни в одном историческом тексте серьезном указании на секретные документы, не раскрытые до сих пор 1939 года, касающиеся переговоров между Англией, Францией и Советским Союзом. Так что, когда одновременно с переговорами с Англией и Францией Сталин вёл в Берлине через Астахово переговоры с Гитлером, и когда на этих переговорах, в общем-то, наметился такой прорыв, Гитлер был готов отдать многие территории на Востоке, часть Польши, Балтийские страны, Финляндию, за нейтралитет Советского Союза, тогда всё это раз по переговорам с Англией и Францией оказались бессмысленными, потому что для Сталина было самое главное получить земли, получить территории. Кто бы ему их дал? Англия и Франция отказывались давать чужие территории, которые им не принадлежали. А Гитлер легко давал чужие территории, как Наполеон давал там в Тильзите, предположим. И Сталин, конечно, пошёл за Гитлером, чтобы получить кусок, не понимая, скорее всего, что это получение куска в итоге будет стоить России 30 миллионов жизней. Да, мы знаем, кто такой Сталин. Да, мы дали ему свои оценки. Но уж думаю, что фактом остаётся то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня на советский...